Доброе утро, мои друзья и подписчики моего канала! Живую радуюсь сейчас и вечно! Сейчас раннее утро, я уже пришла на сад, уже почти проснулась, сейчас еще нет 7 часов, но солнышко, смотрите, как уже идти, да, и жарко, прекрасно, самое время немножечко поработать, что-то сделать, полечить растения, полить, покормить и возможно что-то пособирать, вот, ну что же, я переключаю камеру и посмотрим, что у нас сегодня раненько утром, а на наших грядках вот такие великаны, перочные великаны, смотрите какие они огромные, они где-то 60 сантиметров в высоту, вот, интересно, что они были высажены самыми последними, но у них сорт какой-то другой и поэтому вот они, в общем, вымахали на, именно на этом кустике, смотрите, да, перчика нет, цветочки, вот тут вот есть что-то, вон они, красавцы висят, красавцы, небольшие, желтенькие, висят, ну и кто знает лук-порей, то это лук-порей, кто знает, насколько он классный, прекрасный, так вот он, хотела показать о том, что первых два рядочка у меня растут в стаканчиках, для того, чтобы, сюда мне, кстати, надо уже подсыпать немножко земли, для того, чтобы ножка у нас была беленькая, так, ага, и повырвать немножко траву, следующее несколько рядов, сколько у меня там, 1, 2, 3, 4, вижу, что немножко густо посадила, но с другой стороны и неплохо, потому что все равно я посадила рассаду не в мае, а аж в июле, на полтора месяца позже, поэтому огромным толстым порей у меня не будет, но он все же будет, и видите, да, я заложила мульчой травянистой, вот будет еще, положу еще, и вот уже ножки утолщаются, вот видите, да, утолщаются немножечко, так что порейчик мой растет, а сажала я его, сейчас покажу, каким маленьким, вот здесь у меня лук, но это не порей, а это батон, который я тоже в июле вместе с пореем, с рассадой парея посадила батон и семечек, и семечек, то есть, по идее, вот это можно уже кушать, вот это перо, оно такое трубчатое, интересное, вот, а с другой стороны можно тоже куда-то пересадить и тоже образовывать большой лук, посмотрим, и вот это был у меня эксперимент, посадила лук, ну, сивок, маленькие луговички, которые мы собрали, по-моему, в июне, и вот посадили на перо, потому что пера не было, ну, и вот такое небольшое перо у нас из зеленого лука есть, так, что еще здесь у меня, здесь я сажала салат в июле, через пару недель снова подсеивала, но каким-то не чудесным образом он вообще не взошел, никакого салата здесь нет, и причем я сажала несколько разных сортов, ну, ладно, значит, не пора, значит, им жарко, и вот здесь небольшой участок, это у меня укропчик, укропчик растет, который подсеивали тоже в июле, вот, подрастает, так что я уже щипаю на салатик, так, что я тут еще хочу показать, на этой грядке у нас морковка, да, морковку я уже вырывала, подергивала, на еду, видит, да, уже такая ботва, где-то еще зеленая, где-то уже совсем такая пожухлая, морковка еще может посидеть несколько неделек, так, бурячок тоже, наконец-то, подрастает, тоже небольшой участочек, сейчас я вспоминаю апрель, когда я сомневалась, нужно ли вообще садить что-то, вернее, я хотела посадить редис, но потом, думаю, да ладно, посадим и бурячок, вот, купила в Авроре бурячок, семена, бурячок, морковку, посадили, не знала, доживем ли, будем ли мы здесь в это время, но посадили, вот еще тут небольшой рядочек, бурячка, так, что еще нам показать, нам, нам, так, помидоры, некоторые помидоры уже отслужили, видите, да, ух ты, как красиво светит рассветное солнышко на них, прямо аж красота, аж какие-то у меня золотые помидоры, да, ну, на самом деле, этот кустик уже, тут я помидорки собрала, это были черрики красные здесь, ага, а вот здесь, видите, да, на них кто-то напал, не особо я разбираюсь во вредителях, но, когда обрабатываю, то беру такие комплексные от вредителей, чтобы от всего на свете, помидоры, помидоры, черрики, небольшие кисточки, вот, по пять, по шесть всего помидорок, вот, вот это что-то такое, думаю, неужели это и есть тот самый Санька помидорный, вот они зеленые маленькие, так, здесь были, кстати, по-моему, розовые, я пробовала вкусные розовые, вот здесь высокорослый куст, где он, а, вот, вот высокорослый куст высокий, ну, мне до подбородка, такие плоды, такие плоды кушала, помидоры, есть помидоры классные, вкусные, вот еще, я бы не сказала, что сильно много помидор, и что я очень сильно довольна, но я все равно довольна результатом, так как первый раз вырастет, знаете, помидоры и семечки, и чтобы были такие вот кусты, с такими вот плодами, ну, плод на самом деле большой, это уже успех, я считаю, вот, ну, помидорки хорошие, нет, вот они, черрики, вот они черрики, ну, еще я покажу немножко, сейчас посмотрим, ближняя лапа, да, вот она лапа, вот он спит, класс, рядом по соседке черрики. А вы знаете, что я не только радуюсь, но я еще и жлюсь, жлюсь на непонятную ситуацию с кабачками. Кабачков несколько кустов, которые посажены в разных местах, для которых я сделала все, что могла, посмотрела все возможные советы, но эта ситуация продолжается, то есть вот, например, один из объекляров, написано было, что это кустовой, но на самом деле идет плеть, это на всех кабачках, везде идут вот такие мужские цветы, женских цветов, нет, обрабатывала, кормила, поила, обрывала, в общем, делала все, что возможно, кроме того, здесь рядышком вот крольчатник, поэтому здесь очень плодородная земля, азотом полная, но кабачков как не было, так и нет, и это не только тут, там еще несколько кустов в разных местах, вот, поэтому жлюсь на эту ситуацию, так и не могла разгадать вопрос, в чем дело, почему нет кабачков, почему нет кабачков, сделала все, ой, смотрите, ой, смотрите, кто это, так, надо с этим тоже разобраться, но, ой, смотри, это кабачок или что это, ой, кабачок новенький, маленький будет, вот один, вот еще один, интересно, если будут кабачки, то тогда мы уничтожим вот этих, вот этих вредителей, вот еще один, неужели я зря наругалась на эту ситуацию, но я ругалась не на кабачок, а на ситуацию на самом деле, так что вот такие дела, ну что ж, завтра посмотрим, и если действительно это кабачки, они будут расти, то тогда, конечно же, я обработаю таких мушек-блошек беленьких, вот так. Огородные истории заканчиваются, и побежала я дальше по другим делам, интересным и очень супер важным, самым главным, важным делам. А с вами я сейчас прощаюсь, напишите, что думаете по поводу того, что увидели, подпишитесь и поставьте колокольчик, не забудьте, пожалуйста. Буду ждать вас в следующем видео, и до встречи. Желаю всем хорошего настроения, и пока-пока.